Здравствуйте, мои хорошие, мои дорогие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Елена. И сегодня я хотела бы с вами поделиться такой темой, каких парфюмерных блогеров я смотрю. Или бьюти-блогеров. Ну, в основном, все-таки, парфюмерных блогеров. И следующее видео, которое я потом сделаю, это будет отдельное. Я все-таки решила сделать, каких блогеров вообще на разные темы я смотрю. Поэтому я решила их все-таки отдельно сделать. Видео не буду смешивать. Тем, кому интересна именно парфюмерия, я приглашаю вас к сегодняшнему просмотру этого видео. Итак, я хотела бы начать с того, что начинала я до того, как сделать свой канал. Смотреть, конечно же, разных блогеров. И у меня есть отдельное видео. Я здесь оставлю ссылочку. Благодаря кому я стала блогером, благодаря каким блогерам и кому кто так меня вдохновил на это. И даже те люди, которых я упоминала в том видео, возможно, я сейчас их уже, может быть, и не смотрю. А вот сейчас, в данный момент, я хочу перечислить вам именно тех людей, те имена, которых я продолжаю смотреть. И с некоторыми я даже поддерживаю какую-то связь, какую-то переписку, возможно, и которые мне даже помогают в чем-то. В частности, несколько блогеров очень часто пишут под моими видео. Я думаю, вы их знаете. И кто-то даже делал запрос к видео, я скажу потом в дальнейшем. Ну, в общем, смотрите. Кому неинтересна эта тема, можете не смотреть. Эта тема... Своё видео я делаю не для того, чтобы как-то сделать рекламу, да? То есть, ну, это тоже возможно. Но в большей мере, чтобы вы поняли меня лучше, да? Что вот кто мне нравится, как правило, да? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Но вот я, в принципе, склоняюсь к верности этого изречения, что даже если вы мне скажете, какие книги вы читаете, я смогу какое-то мнение о вас себе нарисовать, да? В то же время мне хочется тоже, чтобы и вы меня лучше узнали. И поэтому вот я решила сделать такое видео. Только для этого. Только для того, чтобы вы, посмотрев это видео, может быть, перешли на... Познакомились с этими блогерами тоже. И узнав меня, вы узнали и их. Или же вы знаете этих блогеров, и вы тоже скажете, что надо же, как много общего у нас есть с вами, Елена. Ну, в общем, как-то так. И, естественно, мои благодарности этим блогерам за их труд, за их увлечение, потому что, возможно, я, может быть, так бы никогда бы и не собралась рассказывать про свои парфюмы, не будь их. Итак, самый первый блогер – это Юлия Шаломова. Спасибо Юленьке Шаломовой за тот прекрасный день, когда я ее увидела, когда я открыла видео с ее... Первое видео, мне кажется, это было, когда она говорила о парфюмах, которые нравятся мужчинам. И именно в тот момент она показала звезду свою, вот эту вот большущую звезду мюблеровскую. И я тогда так захотела, думаю, ну, какая же это красота. Раньше как-то я к ангелам как-то относилась так равнодушно, а тут вот увидев эту звезду, и она вот с таким вот воодушевлением рассказывала о том, что это ее любимая звездочка, еще у нее вот эта вот комета тоже. У меня комета тоже, кстати, была. Ну, в общем, так много общего я нашла в ее изречениях. Вот эта вот ее речь, она очень мягко говорит, очень интеллигентно. А потом уже вот совсем недавно вместе с ней мы были в ожидании ее ребеночка, ее доченьки Амелии. И я также смотрела ее старые видео и знаю, что ее мамочка живет в Миннеаполисе, недалеко от нас. Мы живем в Виннипеге, а Миннеаполис совсем-совсем недалеко, чуть ниже, если по карте смотреть. В общем, это самый, наверное, первый большой город в Америке, куда канадцы ездят из Манитобы. Ну, в общем, как-то так. И поэтому, если кто еще до сих пор не знает, Юля, она художник, она писатель, она публицист, она была журналистом. То есть эта личность очень многогранная и очень-очень интересная. А что более мне нравится в ней, ее оптимизм. Вы знаете, вот есть такие люди, как звездочки такие, вот как огонечки. Вот она вот такой, который зажигая себя, да, вот свою душу, свою, своей любовью, она освещает весь мир. Ну, вот именно к таким людям хочется быть поближе, кем она является. Вот мне она за это очень-очень приятно и любима. Следующая блогер – это Анна Литвинова. Тоже, думаю, многие из вас знают. Мне эта девушка нравится за ее профессионализм. Анна Литвинова, она мила, интеллигентна, очень красивая поставленная речь у нее. Здесь, я думаю, что почему я ее продолжаю смотреть, это вот чисто как профессиональность. Вот это вот ее очень подкупает. И картинка ее видео, и так как она готовится к своим видео, ее опыт. Вообще, ну, посмотрев ее, я думаю, вы останетесь вместе с ней. Потому что не остаться тут невозможно. Она и красива, и приятна, и очень интеллигентна. И ее видео, после ее видео, знаете, остается такой какой-то комфортное такое состояние, умиротворение и какой-то вот облагороженности, что ли. Ну, как-то так. То есть, обратите внимание, я тоже все-все-все ссылочки оставлю обязательно внизу, для того, чтобы вы смогли обратиться к этим блогерам для знакомства, если вы не знаете. Следующий блогер у меня – Аленка Блок. Оля из Австралии. Я думаю, многие из вас ее знают. Эта девочка – это просто вот какой-то подарок судьбы. Здесь уже идет общение, вы знаете, как будто это просто твой родной человечек. Если когда-то вы писали ей, или вот я, допустим, ей в любой момент обращаюсь, у нее есть, кстати, сестра Анжелика, тоже великолепная, чудесная девушка. Я ее почему-то не упомянула, но Аленка, то есть это, конечно, Оленька, это, конечно, что-то вот тоже чудесное на просторах Ютуба, именно в парфюмерном мире, потому что тоже заряжает энергией, заряжает вот этим оптимизмом. И вы знаете, вот я начала говорить, что вот в любой момент, если когда-то я ей пишу, она еще ни разу не была, чтобы она мне не отвечала. Если я говорю ей, Оля, мне так понравилась твоя тема, я хочу ее взять, она говорит, давай, пожалуйста, пожалуйста, будет еще интереснее, если ты скажешь свою точку зрения. То есть настолько позитивный и открытый человек, что, ну, невозможно, невозможно уже один раз обратись, обратившись к этому человеку, не обратиться к ней вновь и вновь, потому что оно располагает, естественно, когда человек настолько прост, нет какого-то, вот вы знаете, такого снобизма, и очень просто, это всегда, конечно, импонирует, я благодарю вас за общение, мне очень оно ценно. Следующий блогер – это Катя Литау, вот, кстати, она делала запрос на видео, которое я делала о меглеровских ароматах, это Taste of Fragrance я делала, специально для нее, я тоже, возможно, оставлю ссылочку, если мне хватит места. Катя – это тоже, вот вы знаете, настолько приятный человек, она мне нравится тем, что, вы знаете, вот, даже в ее подаче чувствуется ее характер, независимость, очень яркая индивидуальность, и когда человек знает, о чем он говорит, это всегда, всегда видно, то есть, настолько четко она выражает свои мысли, свое отношение к чему-либо, красиво, умна, у нее тоже очень хорошая коллекция, мне нравится ее вкус, то есть, у нас очень, достаточно близок, близкий вкус, близкие вкусы парфюмерии, ну, естественно, Крым, она очень часто делает замечательные обзоры, улочек, магазинов, что-то примеряет, тоже очень приятно, это в такие вот блоги тоже смотреть, в общем, Катюша, я тебе от всей души желаю только удачи, успехов побольше, побольше подписчиков, и твое профессиональное продвижение, оно очень сильно заметно, и это, кстати, подмечают очень многие, даже твои подписчики, я читала, что очень так радостно пишут, что как заметен профессиональный рост у человека, очень приятно такие комментарии читать, следующий блогер, это Аня Купер, она немножко перезвала свою, раньше она была просто, Аня Купер тебе не уплачет, блок Аня Купер, из Бельгии девушка, я думаю, многие из вас ее знают, настолько, настолько человек, когда ты видишь, когда ты встречаешь женщину такого уровня, ты думаешь так, отчего это я нос повесила, в плане того, что она, вы знаете, она способна зарядить своей энергией любую, потому что она независима, она целеустремленна, она чистолюбива, себя любива, очень себя любит, это всегда-всегда то, о чем мы немножко, девочки, с вами забываем, не нужно забывать о том, что мы у себя одни, и если вы любите себя, то и вас любят, вас окружающие вас любят, в первую очередь надо любить себя, подойдите к зеркалу, поцелуйте себя, и вытрите зеркало, в плане того, что мои хорошие, у меня сын, кстати, так постоянно делает, постоянно мою за ним зеркала, любит себя, и вот надо любить себя, потому что силы это дает, вот это дает любви, и вы наполняетесь вот этой вот энергией, света и добра, я говорю о той любви, которая не эгоизм, нет, а любовь, свет, который отдают, эгоизм тоже должен быть, но он должен быть в нормальной дозе, и вот Аня, Аня очень способствует тому, чтобы девушки, женщины смотрели на себя почаще, с любовью, и посмотрев на Аню, тоже заряжались вот этой вот ее огненной энергией и красотой, спасибо Анечка за то, что вы есть, тоже достаточно простой человек, сколько бы раз я ей не писала, всегда отвечала мне, всегда идет на контакт, это очень ценно, вот, следующий блогер у меня идет, Елена Татарникова, это из Финляндии, девушка, очень интеллигентна, мила, очень приятный у нее голос, большой опять-таки у нее, очень гардероб парфюмерный, то есть там, конечно, за 200, за 300, наверное, флакончиков идет, и в связи с этим видно, что она очень много знает о парфюмерии, чисто даже посмотреть с, не только с эстетической точки зрения, но и с информативной, с информацией много получаешь, когда смотришь ее видео, всегда видно, что она подготавливается хорошо, в общем, чисто такое эстетическое наслаждение получаешь от просмотров ее видео, следующий у меня блогер, это фетишист Макс, который живет в Санкт-Петербурге, почему я его написала, ну, потому что я его смотрю, у него такая абсолютно приятная манера говорить, и я как женщина не смогла пройти мимо, то есть, ну, подача мне просто импонирует его, следующий блогер, это Елена Кромова, Леночка, это тот первый человечек, тот первый, самый первый парфюмерный блогер, которая начала меня поддерживать, с самого первого моего видео, это как это приятно, вам не передать словами, насколько это важно, особенно на первых, на первых парах, она и до сих пор, абсолютно не потеряла эту энергию, это желание общаться, вы знаете, сколько времени на это уходит, я прекрасно понимаю, сколько времени на это уходит, на то, чтобы отвечать каждому, еще и самой проявлять какую-то инициативу к просмотрам видео, я допустим, бывает, что вообще ничего не смотрю, потому что ну просто некогда, а Лена, я всегда вижу ее, но не на всех, но практически на всех видео, она моих посмотрит, напишет что-то, напишет что-то приятное, что я тебя не забываю, там все прекрасно, вы знаете, какое тепло от этого идет, вот это вот и получается, что взаимовый вот этот вот обмен, когда ты чувствуешь, что ты в коллективе, что вот даже вот на ютубе у нас, когда вы мне пишете, мои хорошие, я тоже чувствую вашу энергию, вы можете себе представить, что как много, как много вас уже у меня, это же почти 2000 подписчиков, и осталось там сколько-то, 150 человек до 2000, и мы будем делать новый розыгрыш призов, как вот в первый раз, и даже не об этом речь, вы представляете, вот сколько вас много, и сколько энергии положительной, вы мне даете, даже представить себе не можете, что вот насколько вы ценные все для меня, даже теперь для моей семьи, потому что мой муж тоже подключается, и я своих девчонок тоже говорю, смотрите, почитайте, вот что мне пишут, мне друзья даже пишут, Лена, как приятно читать отзывы к твоим видео, я говорю, ну вот, спасибо, что читаете, почему вы сами не пишете, друзья не пишут, а вы пишете, мои хорошие вы такие, мои друзья и подруги уже, я очень-очень вас всех люблю, и Леночка, тебе огромное спасибо за поддержку, обязательно смотрите ее видео, у нее прекрасный голос, прекрасная манера подачи, и она безумно интересна, и у нее, кстати, очень много видео, она и со своими девчонками снимает, со своими доченьками, и, ну, очень располагающих себе человечек, обязательно познакомьтесь с ней, ну, и еще один, последний у меня блогер, которого я смотрю с удовольствием, это Карбанза, это Алиса, из Соединенных Штатов, она, что мне нравится у нее, у нее очень красиво оформлены видео, что особенно мне нравится в нее, у нее есть то, чего нет у меня, у нее есть очень такая тонкая ирония, она, знаете, у нее такой юмор, она очень интересная женщина, и вот это вот ее самоирония, ироничность, так это все красиво, красиво обыграно с ее, и с одной стороны, она интеллигентна, и много знает о парфюмерии, всегда ее видео отличаются от других, я не знаю ни одного парфюмерного блогера, похожего на нее, очень правдивая, вижу, что она всегда, что она вот думает, то она говорит, все очень свешно, все очень профессионально, очень, очень приятная женщина, и, что очень мне ценно, она безумно похожа на мою классную руководительницу, которая вела нас четвертого, по одиннадцатый класс, моя учтенница, Валентина Владимировна, она очень сильно на нее похожа, и я, естественно, вот еще и поэтому на нее смотрю, и наслаждаюсь, и радуюсь, как будто вот встречем с моим детством, с моей юностью, с человеком, которого я очень-очень любила, и, вы знаете, даже вот не только внешне она похожа, а именно вот таким вот характером своим, что вот так вот она, если я напомню меня, чем-то была со мной, недовольна мной, она меня всегда только по фамилии звала, уже не Лена, а только по фамилии, ну вот как-то так, то есть всегда могла мне показать, что она мной недовольна, ну вот, то есть, и вот я говорю, что Алиса, она очень интересный человек, и самобытная, она, вы знаете, как звездочка тоже вот на нашем вот ютубном небосклоне, обязательно посмотрите, обязательно познакомьтесь, если вдруг-вдруг вы пропустили и пропустили этого замечательного, замечательного парфюмерного блогера. И еще двух новеньких блогеров я хотела бы упомянуть, это Верина Балерина, мы делали с ней совместное видео, Шанель, это вот какая-то вот просто такая вот милая, интеллигентная девушка, хочется как-то, чтобы вы тоже познакомились с ней, потому что, мне кажется, вот таких вот блогеров не надо пропускать, и их, не так мало, я вот только двоих упомяну, но еще потом я, может быть, в следующих когда-нибудь видео буду оставлять ссылочки для вас, вот, у нас есть конечные заставки, а есть еще ссылочки, когда вот такой вот кругляшочек и точечка, когда вы на них нажимаете, у вас получаются как подсказки, вы можете пройти и посмотреть, что блогер рекомендует вам посмотреть, вот, не пропускайте мимо, обратите внимание, и вы всегда, когда нажимаете вот на эту вот точечку с губляшком, губляшок с точечкой, вы всегда увидите подсказки, что рекомендуется вам посмотреть блогером. И еще одна новая, совершенно новый блогер парфюмерный, Танюша, из Аризоны, Танечка, называется у нее Танечка Пьи, это видимо Пьи, это и фамилия ее, то есть она вот, только-только начала свое блогерство, мы с ней как-то созванивались, но из-за того, что всегда, когда вы знаете, некогда, обязательно созваниваемся мы с ней еще раз, и я, может быть, что-то ей подскажу, но то, как она начала делать видео, ну просто великолепно, у нее столько много идей, у нее, она берет эти идеи даже, даже не от других блогеров, я вижу, что она сама, сама просто источна множество прекраснейших идей, какие красивые, цветные у нее видео, обязательно посмотрите, пройдете по ссылочке, я думаю, что вы насладитесь, насладитесь именно на уровне подачи, и так, мои хорошие, и так уже много-много наговорила, почти 20 минут, и там у меня мой ребенок шумит кастрюлями, он у меня любит кухарить на кухне, убираться, ну в общем, простите за посторонние шумы, предупреждаю всегда, чтобы было тихо, но вот не хотят они меня как-то слушаться, в общем, маму не все слушаются, напишите, слушаются ли вас, ваши детки, мои хорошие, я благодарю вас за внимание, надеюсь, вам было не скучно, кто не хотел смотреть про блогеров, проходите мимо, не смотрите, но я еще раз говорю, что это видео я сделала не для того, чтобы прорекламировать, а чтобы, может быть, вам узнать меня лучше, как человека, как блогера, чем я дышу, только для этого, если кого-то из блогеров я не назвала, это не означает, что кого-то я просто, может быть, иногда так смотрю, но вот сегодня я назвала именно тех блогеров, которых я смотрю постоянно, регулярно и часто, вот правдиво, что вот я хотела сказать, то я и сказала, мои хорошие. До новых встреч, я вас обнимаю, будьте здоровы, будьте счастливы и владе с самими собой, чтобы все-все-все было хорошо, пока-пока.